Согласитесь, что домашняя работа посильная для школьника мероприятие. Специалисты утверждают, что лучше сразу приучать ребенка формулировать вопрос и говорить о том, что ему непонятно, а не делать задание вместо него. Вот как перестать делать уроки с ребенком сегодня, обсудим с психологом Евгением Худинской. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, как приучить ребенка делать домашнее задание. В первую очередь нужно выяснить, по какой причине страдает вот этот вот процесс выполнения домашнего задания самостоятельно, да, и для чего родители пытаются помогать детям выполнять домашнее задание. Тут бывают только две причины. Либо ребенок действительно не справляется, иногда у него действительно не хватает сил высидеть, и, может быть, где-то пробелы какие-то есть в знаниях. Но чаще всего мы выполняем такую медвежью услугу, когда, конечно же, сидим с детьми. И это ошибка родителей. То есть мы просто его приучаем вот к такому легкому пути выполнения домашнего задания, и ему просто потом лень делать это. Ну, мы выполняем, скажем так, медвежью услугу где-то. Ведь нужно понимать, что все домашние задания, которые даются ребенку, они, в принципе, посильны. И ничего страшного нет, если ребенок с чем-то не справляется. Тут очень важно еще зависит от характера самого родителя. Ведь бывают родители, которым очень важно быть правильными родителями и не отпустить своего ребенка ни в коем случае с невыполненным домашним заданием в школу. Потому что будут оценивать не только ребенка, а будут оценивать и родители. Что, ай-яй-яй, какие вы, не уследили, не усмотрели. Ну, хорошо, а как вот приучить ребенка делать домашнее задание самостоятельно? Понятное дело, большинство родителей, когда ребенок только начинает учиться в школе. На первых этапах помогают ему. Как постепенно его, это, ребенка отучить? Вот вы хорошее слово сказали. Постепенно. То есть нужно начинать с раннего школьного возраста, когда ребенок пошел в первый класс. То есть незаметно встал и ушел. Да, условно говоря, да. То есть сначала мы просто помогаем, сидим рядом. Потом мы у ребенка спрашиваем, какие у него возникают трудности. Потом ему даем на самостоятельное выполнение какое-то короткое время. Будь это 10 минут. Что-то переписать из черновика в чистовик, когда это младший школьник. Естественно, мы уже не говорим про подростков и более старшего возраста детей. И постепенно это время увеличиваем. Если мы реально видим, что ребенок не справляется, мы даем ему полчаса побыть самостоятельно, попробовать выполнить самостоятельное задание. И потом уже только мы можем помочь. Если действительно ему эта помощь нужна. Но, естественно, есть такие дети, очень хорошие манипуляторы, которые привыкли, что и мама с папой рядом сидят. И всеми силами будут пытаться, чтобы родитель был рядом и помогал, а иногда и выполнял домашние задания вместо ребенка. Это будут истерики. Могут быть истерики, могут быть крики, могут быть какие-то манипуляции со стороны ребенка. То есть дети чувствуют слабость родителей. И вот на эту слабость родители, конечно, ведутся. Ой, он там плачет, не справляется. Папа говорит, давай-ка, мам, быстрее иди, помогай. И все. То есть не реагировать, да? Да. Ну, дать ему время, чтобы ребенок понял, что это его ответственность. Но в то же время показать, что вы готовы ему помочь. То есть не то, что вы там удалились и сказали, все, твое дело, я умываю руки. Вы должны, ну, нужно сделать это постепенно, нужно сделать это осторожно. Там, где нужна помощь, вы подошли, помогли, дали какое-то время выполнить самостоятельно. То есть не бросать его на амбразуру одного и говорить, это не мои дела, я свою работу тебя не прошу выполнять, да? Как очень многие говорят там, родители. А будет ли работать какая-то система мотивации? Вот, например, мы делали с ребенком вместе домашнее задание, а потом говорит, а вот если ты сегодня сделаешь самостоятельно, то я куплю тебе вот это. Ну, конечно, да, почему нет? Ну, деньги я бы не рекомендовала делать, но какая-то стимуляция, какая-то мотивация имеет место быть, конечно, например, можно в течение недели установить какой-то временной отрезок, да? Если в течение недели ты пытаешься сам выполнять домашние задания, все успешно, давай выходные куда-нибудь сходим, пусть ребенок предложит какие-то варианты мотивации, которые ему хочется, да, может, ему не нужна эта прогулка. Да, он предложит потом, отец, лучше я сделаю, пожалуй, сам за тебя домашнее задание. Ну, то есть, конечно, все разумно должно быть. Вот, то есть мотивации имеют место быть, и это хороший способ, чтобы помочь ребенку и простимулировать его на выполнение самостоятельно домашней работы. Но поскольку это путь постепенный, на этом пути ребенок в любом случае находится в стрессе. Как ему помочь в этом системе? Не нужно так сильно волноваться насчет этой учебы. То есть, конечно, это важно. Но чтобы ребенок не был в сильном стрессе от того, что ай-яй-яй, как же так, я пойду завтра и не выполню что-то, или выполнил неправильно, грамотно подходить к этому ко всему. Ошибка – это наше обучение, и мы имеем право ошибаться. Нужно правильно донести до ребенка, что даже если ты не сделал эту работу или сделал ее неправильно, страшного ничего не случилось. Я с тобой рядом, я готов тебе помочь. И на дальнейшую какую-то твою жизнь, кардинально, эта ошибка не повлияет. То есть поддержать правильно ребенка нужно. Да, но мама скажет, ничего страшного, а учитель в школе скажет, что ай-яй-яй, как так? Да, учитель поругает. Но нужно сказать, что я исправлюсь. Научить ребенка правильно отвечать. Я был неправ, да, я не выполнил. Но за это ты получил там оценку какую-то. Но это не трагично. Тут очень важно еще, как взрослый, все это преподнесет ребенку. Если это тревожный родитель, и родитель находится в стрессе, 100% он этот стресс и тревожность за учебу ребенка передаст ребенку. И тогда такой же будет ребенок тревожный. А вот есть какой-то определенный тайминг, сколько ребенка нужно нагружать выполнением домашнего задания? Вот вы говорили, оставляем его самостоятельно поработать, даем там полчаса. Где вот эта грань? А так можно его и на день оставить учиться? Ну, во-первых, начнем с того, что не нужно заставлять ребенка делать уроки сразу после школы. То есть ему обязательно нужно давать время на ничего не делание, на отдых, на свободное времяпрепровождение. Ни в коем случае не заставляют. Вот он пришел, скинул рюкзак, и тут же пошел выполнять домашнее задание, потому что у него там целый список. Это во-первых. Во-вторых, тайминг нужен. Нужно давать перерывы. То есть можно там делать по полчаса какое-то домашнее задание, один урок полчаса, сделать перерыв, пойти чай попить, пойти там посмотреть что-то. Ну, то есть переключение должно быть. И потом второй урок. Ну, в общем, уроки не должны занимать более там двух, двух с половиной часов. Это идет колоссальная нагрузка на организм и в физическом, и в умственном плане. Ребенок должен все-таки дома отдыхать и набираться сил, потому что у него достаточно тяжелая умственная деятельность будет в школе на протяжении длительного времени. Вот какое время лучше выбрать? Время лучше выбрать где-то через три часа после школы. Ни в коем случае не заканчивать уроки прям перед сном. То есть это вечернее время. Кстати, довольно популярная практика, когда родители действительно до самого сна идут уроки. И выучили стих, и там учим до полуночи его. Переписываем. Да, или подираем лист и переписываем. А потом всю эту ночь жиши с буквой И. А какие у вас сидятся кошмары? Ну, естественно, в каком случае ребенок придет в стрессе в школу и уже забудет сто раз этот стих и сто раз не захочет делать еще. То есть его негативный опыт выполнения домашней работы будет тянуться за ним, и дальше ему будет сложнее. Будет знать, что там мама. Будет стоять и говорить, рассказывай заново, рассказывай заново. Поэтому не стоит этого делать. Нужно давать время ребенку, чтобы он спокойно ложился спать где-то за час до сна, чтобы у него уже уроки максимально были выполнены, и он спокойно отдыхал. Вот действительно говорят, век живи, век учись. И вот для того, чтобы процесс учебы проходил в удовольствие, исполняйте те советы, которые сегодня нам любезно предоставила психолог Евгения Худинская. Евгения, хорошего дня. И вам хорошего дня.